Добрый день, дорогие друзья! С вами Роман Харланов. И ВАНО! Да, ВАНО! Дегеренко Франчук. Программа Пурумпу-пумы Джи-Джи-Джана. Видно радио Медиа Метрикс. Телефон студии 8-977-316-43-91. Для сообщений мы всегда открыты на любых ваших социальных аккаунтах. Ты предельно серьезен на 5. Я предельно серьезен. У нас сегодня в гостях серьезные ребята. Серьезные ребята. Группа Дефон. А почему я так сказал? Вы сейчас поймете все. Потому что первое, что мы сейчас услышим, это песня «Миллионы шрамов» на Видно радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 ПЕСНЯ 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 Самый старый участник. Александр Косарев, Фрост, самый старый участник, который собрал этот коллектив. Правда, это уже очередной другой состав. Александр Старов, бас-гитара. Александр Сидушкин, гитара. Ирина Львова, виолончель. В принципе, мы все знакомы 15-12 лет, с кем-то меньше, с кем-то больше, и состав менялся неоднократно за это время. И группа существует, насколько я знаю, порядка 15 лет. Ну, 16 лет будет в сентябре. А вот вопросы, которые к нам поступают, как вы охарактеризуете стиль, в котором сейчас играет ваша группа? Ну, собственно, я уже сказал, это, скорее всего, фьюжн, такой рок с элементами дарковой эстетики. То есть кто-то написал, что это шок-рок. Шок-рок, это я закрепил такое понятие, потому что маски-смазки, все вот эти дела. А, ну, то есть такой элемент шоу. Я большой фанат Мэнсона и подобных групп, и старых, и новых. Поэтому я считаю, что, наверное, для того, чтобы народ не скучал, эти элементы хорошо бы выводить. Я для ребят скажу еще раз. У нас, смотрите, Медиаметрикс и Радио Видно, и вообще я реально благодарен вам. У нас все время веселуха идет. Мы рассказываем, вот я с Волгоградской области, Серафимович, привет, деревня. Я нашим там вообще, вот сейчас был в Орле. Рассказываю о том, что в Москве существуют такие группы, да. Вот я честно тебе говорю, если бы сейчас на это Евровидение послали вас. Серьезно, да. Не, вот секундочку, давайте пофантазируем. Почему лорги ездят? Кто, понимаете, да. Какой-то контраст. У нас ездят одни сладкоголосые юнцы, как будто в России этого нет. Вот наконец-то пришла группа, я реально вам благодарен. Ребят, а то мне говорят, Вано ты ведешь, но мы играем в СКА такую цыганщину, да. Наконец-то у нас дарк рок. Серафимович, вот смотрите. А вот и говорят, скажи, скажу, который у нас гроулить, тючет парень, должен был к нам прийти. Вы должны знать. Лео Скрин. Я говорю, приди, пожалуйста, хоть чуть-чуть разбавь вот это все наши трубы. Рома ругается. Трубы, все эти твои хихихушки надоели. Спасибо, что пришли. Я хотел еще спросить, две секунды. Вот такой, 15 лет вы говорите, играете, да? 16. 16. У меня тоже группе 12 лет. Мы в СКА, но мы вот никуда особо не выразились. Самый ваш вот обалденный перформанс, где вот вы почувствовали, что... Вы реально крутые. И не только крутые. Знаешь, я знаю про вас, читаю тоже, много у вас фанатов. Вот максимально интересный фестиваль, на котором мы выступили. И было просто огромное количество людей, которые пришли конкретно и понимали тематику. И такой, да. Со самым крутым фигбэком. Ну, 9 лет подряд это было нашествие. Теперь у нас там больше не будет, скорее всего, по техническим причинам. Да, у нас тоже. Евровидением у нас были такие потуги, когда была иллюзия, что группа Ди Форум кто-то занимался. Вышла даже статья «Наш ответ лорде». Но это была такая пыль в глаза, потому что никто туда ехать не собирался. Во-первых, я ненавижу этот фестиваль. Бурановские бабушки, наверное, тоже не хотели. Знаешь? А вот если после Бурановских бабушек вы приехали, вот туда… Гот эн так! Это Россия, детка! По поводу всех этих самых крутых фитбэков, что это было? Ну, два раза играли с Мэнсоном, два раза с Корном. Ничего себе! Ну, для меня, наверное, вот эта знаковая вещь. Хотя мы, конечно, там не прозвучали, потому что там не дают прозвучать разогревающим коллективам. Чтобы вы понимали, те, кто хотят кого-то разогревать на будущее, это очень невыгодное мероприятие. В последний раз неплохо на Мэнсоне звучать. Ну, по спине похлопал Мэнсон. Я просто с ним в Праге пересекался, и с Найком, и с Эйд. Получилось так вот, ну, мир кейсен, понимаешь? И сейчас тут встречаюсь, надо Мэнсона пригласить. Прямо как он в быту, я с ним буханул в Праге. Ой, извините, в телевизоре нельзя! Медиметрикс, извини, мы не бухали. Мы просто поговорили, диспут у нас был легкий. How do you find Prague and Russian rock scene? How do you find our rock scene? Он сказал, what? Russian rock scene. Ну, тогда мы еще с вами не виделись. А потом, брат, скажи, вот как это получилось, что вы по паре вместе с ним работали? Ну, работать это сложно назвать, потому что, на самом деле, нас там как будто бы и не было. Хотя мы были через стенку, и висела просто такая шторка. На них нельзя было смотреть, нельзя было подходить, ходить только по линии. Все, что вот в девятом году ему удалось не пожать ему руку, а последний раз ему крикнул, вот ты была сильная, hi, Brian, он из двери выглянул и уже ушел. И вот он вот этот разозлил, тем более не умер отец в туре, он напился, нюхался, там блеванул в гримерке. У нас только Бухалова, да, все, мы Фрейда ничего не знаем, но не похлопал по плечу. Да, Рома Рейнсель тоже, да, был. В общем, на самом деле, мне кажется, везет больше тем людям, которые проще относятся к Мэнсону. То есть, им больше судьба дает возможности поручкаться, поленкаться. Он такой же человек. Какая разница, мы приехали выступить, никому не мешать, понимаешь? У нас огромное количество вопросов, лайков, конечно, куча респектов. Говорят ребята, так рады, что вы пришли на концерт, так давно ждали. И огромное количество вопросов, скажем так, большое количество вопросов по поводу, где в ближайшее время можно будет увидеть вас с концертами. Мы только что отъездили в небольшой тур. Презентация нового альбома средства массовой деформации начнется с Москвы 28 сентября в клубе Изи. Это где находится? Это на Комсомольской. Клуб Изи 28 сентября. Это будет презентация альбома средства массовой деформации, который предварялся синглом «Мрачное видение». Так что, ребята, хорошенько отдохните, позагорайте за лет, потому что с сентября начнется мрачное. У нас джи-джи-джа. А Пурум-пум-пум и джи-джи-джа для вас расскажу. Может, вы знаете, не знаете. Мы благодарны, что наконец-то пришли. Потому что Пурум-пум-пум – это первый рэпер России, Винни-Пух. Он говорит «по-рум-по-рум-пум-пум». А когда вы встречаетесь, мы, оказывается, пересекались с тобой на реп-базах, когда приходят рок-группы и ты спрашиваешь, что играть, ну, сменщик или еще там, он говорит «то бог его знает, джи-джи-джа». Наконец-то серьезный джи-джи-джа. Да, послушаем музыку или вопрос. Да, давайте, друзья, послушаем, потому что хотелось бы максимальное количество песен сегодня. Рома Рейн радуется у нас. «Новое тело» на видное радио «Deform». Миллиметрис. И опять умираем день за днем. Мы в поисках левого тела, Небо, считаемые даже крыльями, Свободно ведяем. А грузы, послушники той звезды, Шо, что поведаем. Теперь не состарят нас года И свет одиноких окон. В любви разбитым зеркалом Мы чувствуем мертвый холод. Последствия ядерной зимы Как всегда не отражение И опять заберет светлый слыв Делится глаза дышенья. И небо, считаемые даже крылья Свободно ведяем. А грузы, послушники той звезды, Ждем, что поведает. Небо, считаемые даже крылья Свободно ведяем. А грузы, послушники той звезды, Ждем, что поведает. Рожденные желтся звездой Слетит над вечной землей Предать и бегать над волей И выходить из тела Внимать сердце в мире Мощи, вычисли, в мире Наш Бог пластический пиру И да создать их тела Мы греха искупления Пустившего нам дерева Мы ждем основ дожденья Из временного плена Небо 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 Считаемые даже крылья Свободно ведяем. Небо 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 Субтитры делал DimaTorzok В комментариях под данным видео также можно позвонить по телефону 8-977-360-4391 Сразу под Романом, да И что за инструмент у сударыни, еще раз, изначало пропустили Это электро-биолончель Электро-биолончель, я тоже когда зашел на саундчек, удивился, думал, что это такая интересная гитара Первый раз, честно говоря, вижу, а пишут, а очень кого-то прямо аплодисментов, огромное количество Так, сейчас еще вопросы У меня из Сербии звонок был, вот я сбросил, они написали смс-ку За границей где-либо играли, у меня просто друзья в Черногории Только на Украине, в Киеве один раз, и то нашли бомбу на концерте Всех выгнали, и было 600 человек, а осталось 200 после паузы часовой Товарищи сербы, как все хачите их, так же пишите до сайту, а мораты их позвать Сколько стоит? Вот просто если тур, если вот они спрашивают, сербия, у меня просто там друзья зовут, мы тоже, мы цыганщины играем, понимаешь, нам проще раз туда поехать Они пишут, Ваня, класс! Цена определяется в зависимости от мероприятий и всех прочих То есть, что за сцена? Все можно через ваш сайт, да? Да, я напомню, что в описании под этим видео, как только оно будет доступно для прослушивания, там будут все контакты наших друзей, группы Deform указаны для организации концертов Также хочу напомнить, что все молодые коллективы, которые хотят выступить в эфире, Видное радио и показать свое творчество, пожалуйста, пишите нам в директ, звоните вот на этот телефон, пишите лучше сообщения, мы обязательно на все отвечаем Есть почта электронная, есть сайт Видное радио Мы донатов не просим, но можете признать нам чаю и воды, серьезно, наш спонсор показывает, вода без газа Будут ли без газа? Да, да, честно, все, что мы здесь сделаем, я вот хочу поблагодарить видневских ребят еще раз, в очередной раз Они студию сделали, я просто братьев из медиаметриксов подтащил, благодаря этому 15 тысяч человек вас будет смотреть в среду Сейчас у нас прямая трансляция, на весь Сербии уже стали звонить, а там еще будет больше, поэтому помогайте своим музыкантам Вопросы из Прибалтики, кстати, тоже написали К нам приглашать, не знаю, какие там колокольца ждать на YouTube Жмите, помогайте людям Таллинн ждет Deform, да, как вы написали Ну, если есть организаторы, пожалуйста, пишите, обращайтесь, да, просьба не играть, пока мы разговариваем, потому что у Ромы взрывается ухо Да, а будут ли песни со старых альбомов, а будет ли песня «Мир людских зверей»? Прямо следующая как раз А давайте прямо сейчас Да, наконец-то Я за вами извиняюсь, я очень сильно простыл, поэтому если будут какие-то артефакты Очень хорошо слышно, очень хорошо Если у вас какие-то проблемы со звуком, вы нам напишите, что мы что-то подстроили, да, если у вас проблемы с голосом, вы тоже напишите, мы с Ваном встанем и споем Попалил Мы сразу отремоним Сразу отремоним Сразу отремоним Мир людских зверей Ваном Ну Ну Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не делайте никакие гадости Нам это не свойственно Катите тележку и все Публика меняется Сейчас телефон убрал Мне с Крыма написали Мы делали фестиваль в Крыму В Бахчисарае Было такое озеро И ребята оттуда мне написали Там все было две команды веселых А Сали почему-то в Крыму Тяжеляк играют тоже пришли. Вот у вас какой-то был опыт работы с ребятами оттуда? Или вы туда ездили играть? Нет, один раз были на Украине с другим составом в девятом году. Это было очень непросто. Это был готический фестиваль, на котором какую-то бомбу нашли. Случайно не в Харькове? В Киме. Харьков пишет, как не планируете ли в Харьков приехать? Слушайте, ребят, ну вот теперь с этими украинскими делами я не знаю, как на самом деле. Мы надеемся, что со смены президента может быть чуть-чуть сменится этот режим, хотя... Творческая личность должна топить за музыку. Ты собираешься уходить со своего поста? Кто является вдохновителем вашего творчества? Можете назвать и из российских музыкантов, и из иностранных? Наверное, все-таки ориентиром для меня был Курт Кобейн, благодаря которому я взял второй раз гитару в руки после Modern Talking, после музыкальной школы. А из российских на музыку это не влияет, влияет на тексты. Это Гременщиков-Высоцкий, Tequila Jazz, кстати. Удалось познакомиться с Евгением, когда мы сделали кавер около года назад на песню «Легенда», взяв только текст. И попереписывались Жене. Для меня, пожалуй, это, наверное, после Мансона один из самых ярких моментов. Потому что я Tequila Jazz слушаю лет 16 и посещал много концертов и в Питере, и в Москве. Рум-пум-пум, да. Вот 15 лет играете, и у вас есть своя аудитория, у нас есть какой-то шанс. Вот мы по Рум-пум-пуму и Джи-джи-джа продвигаем абсолютно разные стили и хотим показать. Понимаете, вот как в Фине живут, да? Приходят музыканты, еще раз говорю, просто пацаны, которые только начинают играть. Им дается из бюджета деньги на гитары, дается место, где репетировать. И поэтому, вы видите, на всех фестивалях есть скандинавы, а нас нету. Как нам вот эту ситуацию переломить? Вы слышали, что сейчас начинают рэперам выдавать деньги на то, чтобы они писали нужную тему в каких-то ключах? Это не шутка? Может быть, вот мы сейчас... К сожалению, это не шутка. Да, это не шутка. Мы собираемся сейчас делать в облак-лам. Объединять рокеров любых направлений. Как вы относитесь к тому, что нужно создавать ей, чтобы не потеряли все-таки пласт русского рока? Такого, такого, такого... Была такая отнесовка лет 6-7 назад. Она, конечно, неофициальная была, но это комьюнити музыкантов. Москва-Питер точно. То есть на концерты ездили автобусы им буквально. То есть автобус музыкантов, автобус фанатов. Причем фанаты сами организовали эти автобусы и никаких вопросов. Мы приезжали и всегда забивали зал. А какое название было? Я вот допустим... Мэйнфест был фестиваль такой. Как? Мэйнфест. Сканг Питер. Сканг Питер. Сканги. Это мои други. Я их сто лет знаю. Я им говорю, пацаны, куда вы делись? Они говорят, Ваня, мы ездим в Финляндию, мы ездим в Швецию. Вот сейчас мы ничего не делаем, живем за счет тех альбомов. Как вот вам удается продолжать свое дело? Вы же все, наверное, работаете или занимаетесь исключительно музыкой? Работаете. Вот так вот стоит Россия. Есть музыканты. Хотели бы просто заниматься всю дорогу музыкой. Еще большое количество вопросов. Мы продолжим сейчас. Как раз хороший вопрос пришел. Пожалуйста, исполните песню «Мертвая романтика». Пожалуйста, исполните песню «Мертвая романтика». Она у нас как раз следующая. Поэтому я предлагаю как раз прям... У нас такой получился практически концерт по заявкам. Мертвая романтика. Да, это будет не просто. Депорт. Депорт. «Мертвая романтика». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы специально сейчас даем вам побольше, чтобы вы попели, всякие дурацкие вопросы не задаем Почему так мало будет длиться трансляция? Саша Старова передает отдельный привет Говорит, Александр, удивляемся, как у вас хватает энергии работать в таком количестве прекрасных коллективов Расскажите, где вы находите время, источники вдохновения? Оно просто есть, я его использую с максимальной пользой Понятно, ну то есть я так понимаю, что... В танчики не играешь В танчики не играешь Что такое танчики? Нормальный первый человек Нет, что такое играть? В музыкальном Это какой инструмент музыкальный По поводу, опять вопрос, по поводу написания стихов Как давно вы пишете стихи? Как вы к этому пришли? Так, первую песню я написал в детском саду Она была там, не просто про бабочку, про зайчика А это было под влиянием Modern Talking, тоже называлась, по-моему, на голубь любви Что-то в этом роде Точно бы выиграл это Евровидение И мой одноклассник вырыл у меня этот листок и побежал показывать воспитатель Сказал, вот смотрите, Сережа Плещина, я писал, мне было так стыдно Потом в 16 лет первые свои тексты я писал при включенном телевизоре в темноте, потому что мне было стыдно Вот, и писал каждый день по песне Да, вот у меня была такая установка А они потом где-то озвучали? Некоторые, да Даже некоторые удалось сейчас даже Переделать? Ну, взять какие-то оттуда Мой любимый вопрос, могу пуром-пум-пум Мне сейчас мне написали У нас несколько передач подряд звонили и писали из Абхазии Говорил, вино, хочешь чача, все будет, приезжайте, накормим, дорогу оплатим У вас какие-то допинги до-после вместо пивасик, винасик Как вот просто, я смотрю, ребята такие притихые Все серьезно Да, вот вы коллективом поехали на гастроли Алкоголь, конечно, присутствует в качестве антисептика и возможности заснуть То есть все остальное получается после концерта Можно хряпнуть по стопке, чтобы просто, так сказать, для близкого класса Хорошие советы даем музыкантам, которые там сидят и думают О, тут все а-ля архи на дирижаблях летают на концерты и жрать виски и коньяк Вот видите, маленькую, правильно? Да, пишут, боимся вам звонить в эфир, будем писать тут, потому что хотим побольше песен послушать Любимейшей, лучшей, готической рок-группы всех веков и народов А вот слушатели, взяли бы, пригласили бы ребят до этого и все остальное Мы все время открыто говорим, кого позвать, приходите, звоните и самое главное Мы, еще раз говорю, альтруисты Хотела слово подразумевать, короче, альтруисты В хорошем смысле Есть YouTube, там лайкайте и делайте колокольчики И подтащим их, приведем самых лучших музыкант Какую из своих песен вы считаете самой успешной? Вы знаете, мне нравится то, что сейчас происходит, если честно Обожаю нестык разбоя сейчас, следующее Так, огромный привет ведущим и лично И привет лично Сергею от соседа по району Георгия Всем деформам, от всей жатвы Рады видеть и слышать всех Будьте здоровы, парни, не болейте Надеюсь, простуда не помешает нам насладиться классными песнями Спасибо, Георгий, огромное Тем более, что в свое время он работал в магазине Home Goblin В рок-н-ролльном магазине Самый честный продавец рок-н-ролльной индустрии, которого я знаю И замечательный человек и музыкант Отдельная заявка от Романа Рейна В ожидании весны На Видное радио Погнали в миллиметр с твоим помптом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Человек из заключеров Дит我跟你 колially Сарашки-Кадышевы еще науразе Друг мой, скажи, вот как держаться у гнуть свою линию, и не поменяться в угоду этому хайпу бегать с голой задницей по МКАДу А, зато меня показали, прикинь, да? И после этого туц-туц-туц-туц-туц-туц-туц. И вам совет, вы наверняка не слышали, быстро расскажу, но вы все смотрели где-то пиратские фильмы. Тебя как остановить? Можно на концерте или где? Только если кинуться на тебя, поорать или еще что-то сделать. Рэпера остановишь простой фразой. Я тебе зачитаю любой рэп и передам тебе привет. А ты ему такой, Азина, три топора. Это совет вам. Я реально благодарен, что вы пришли. Такую музыку у нас пишут вообще. Огромное количество вопросов. Реально огромное количество благодарностей. Кайф, сколько вам... А, кайф, спасибо вам за эту трансляцию. 11 лет слушаю на концерте и не попаду, наверное, никогда больше на ваш концерт. Что такое? Вы попадете 28 сентября в Москве. Ну и тур еще будет, соответственно, после этого. Да, тур будет. Мы надеемся, что вы тоже приедете к нам. Мы будем делать здесь фестиваль на жаркой, солнечной площадке. В шортах, нормальных. Спасибо, что исполнили мою. Спасибо, что исполнили мою мечту. С 2009 года, когда увидел вас первый раз в Киеве, ходил еще в наш концерт. Всегда мечтал вас еще услышать вживую и увидеть. Сплошные аплодисы. Друзья, у нас... Специально мы тут посвящались. Время у нас, наша программа ограничено. А у нас еще в трек-листе осталось две неисполненных песни. Я очень... На самом деле одна, я просто на всякий случай... Да. Мы с Ромой нашу дислексию закрываем. Мы хотим, чтобы вы поиграли побольше. Мы хотим, чтобы побольше поиграли. Вы можете обратиться к вашим слушателям напрямую. Мы сейчас попрощаемся. И дальше только музыка. Уложимся. А там, как говорится, мы его себе оставим в записи. А на медиаметриксе, если посчитают нужным. Если поднимется рука. Подрежем. Газа, вода, без газа, сказала, что на Первый канал вас с этим... Вань, давай, ребят, вам слово. Так, во-первых, я благодарен всем, кто поспособствовал тому, что мы оказались здесь. И, по-моему, замечательный эфир. Несмотря на то, что не все из нас в форуме, так сказать. Хоть и в форуме. Вот. Поэтому огромная благодарность и процветание вам в ваших потугах, рок-н-роллях и так далее. Вы делаете большое дело, на мой взгляд. Я еще раз хотел бы обратиться к аудитории, что в это непростое время все-таки будьте адекватнее по отношению и к анализу искусства, и происходящему в мире, и так далее. Не рубитесь плеча. Ну и всем, дай бог, здоровья и держитесь. Любите друг друга. Ну, аккуратно. Спасибо, дорогие друзья. С вами был Роман Харланов, дикторик Иванов Ранчук, Видное радио Медиа Медрикс. Слушайте хорошую музыку, подписывайтесь на наш канал, делайте репосты, ставьте колокольчик, рассказывайте о нас. Слушай музыку, а не бухай в подворотне. Наша жизнь станет немножко лучше, потому что она прекрасна. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Лежит все пазухари Бегут ветра и смерть Их весь под бонусом Я револьвер тени Но мне нельзя стрелять Расплазься на пешей Копи от ее страны Револьвер Увистüm Груйте прочь Диск multicultural Револьвер Револьвер Композиция «Шторм», пиратская вещица на основе морских песен Сотского. Не чистые цитаты, но... Не чистые цитаты, но не чистые цитаты, но не чистые цитаты. Не чистые цитаты, но не чистые цитаты, но не чистые цитаты. Не чистые цитаты, но не чистые цитаты, но не чистые цитаты. Не чистые цитаты, но не чистые цитаты, но не чистые цитаты. Не чистые цитаты, но не чистые цитаты, но не чистые цитаты. 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 Не чистые цитаты, но не чистые цитаты, но не чистые цитаты. Не чистые цитаты, но не чистые цитаты. Не чистые цитаты, но не чистые цитаты.